Магазин Медок Вот видите, и оказывается Медок здоровье из Улия И давно вы здесь появились? Ну, магазин работает уже месяцев 6 Вот торжественное открытие у нас было на Спас на Медову 14 августа 2018 года Да, на день пчеловода как раз Да, все верно Я заметил, но не смог участвовать Поэтому я решил, уже похолодало Кажется, требуется купить Медок иногда И я решил проведать сразу у вас магазин Потому что я заметил, что он у вас современный В молодежном таком стиле, современном дизайном Расскажите, Инна На что вы обратили внимание при открытии И вот здесь сразу мы посмотрим на ваши такие основные киты Базовые, современные менеджерства пчеловодства Расскажите про магазин и какие у него особенности Спасибо, мы рады очень, что вы к нам приехали, доехали Вот, мы много лет занимаемся, ну много-не много, 9 лет занимаемся на пчеловодном рынке Мы очень любим пчелу, большие фанаты пчеловодства Вот, большой массив знаний и опыта скопили за это время И хотели все это, у нас мечта была, реализовать это в Украине, в Киеве, в столице Украины На самом деле Украина это родина рационального пчеловодства Очень много изобретений родом из Украины, именно в пчеловодстве Поэтому мы хотели это все представить самым достойным образом Именно в украинской столице, в Киеве Вот, старались, надеемся, получилось А вот у вас тут есть все этапы практически, что нужно пчеловодству Во-первых, есть детали для уля и пчеловодное оборудование Есть и медок, есть продукты пчеловодства И книжечки есть, которыми можно поучиться Ну вот, начнем, может быть, с оборудования Потому что я знаю, что есть очень завзятая такая часть Которая, это пчеловоды, которые сюда подбегают Вот в чем преимущество вашего магазина Потому что он рядышком с трассой Да, действительно, это так Мы старались его разместить в таком месте, чтобы была очень удобная транспортная развязка Это метро, в первую очередь Метро Нивки Метро Нивки, да, это второй дом от метро Буквально 30 секунд, минута от выхода из метро И вы здесь в магазине Если вы добираетесь на общественном транспорте своим ходом Рядом же здесь есть пригородные маршрутки Пригородные электрички Объездная дорога Ну и одна из центральных транспортных артерий Киева Проспект Победы И объездная дорога А вот здесь вот рядышком церковь находится Как она называется, кстати? Не знаете еще? Затрудняюсь сказать Церковь православная И рядышком во дворике здесь как раз магазин Медок И я вот когда шел сюда, я сразу заметил его издалека Потому что здесь балкончики такие розовые Есть балкончики желтенькие А магазинчик тоже желтенький, как восковой И такие сотовые изделия, рамочки у вас сделаны И Медок написано Издалека сразу можно заметить Да, его видно с проспекта Победы хорошо Плюс мы постарались сделать наружное освещение И элементы наружной отделки Соты на фасаде Перилы в виде сот Там даже защита кондиционера в виде сот Для того, чтобы человек Даже неискушенный в пчеловодстве Снаружи мог увидеть и сразу понял Что-то необычное такое Что-то там связанное с медом, наверное А уже подошел, если он близоруке поближе Проситал Медок Хорошо, а вот все-таки Из пчеловодного оборудования Пока у вас улика здесь не очень много представлена Вот что есть из запаса можно приобрести пчеловоду У вас Вот я вижу рамочки, наверное Расскажите пару слов Для пчеловода мы постарались сделать В принципе широкий базовый ассортимент Для того, чтобы пчеловод более-менее любого уровня И начинающие, и те около среднего количества семей Могли прийти и все необходимое купить Это и рамки, и заставные доски И натяжители проволок, и раевни Все, что нужно Там, ну, ващина, естественно, базовая То, что нужно любому человеку Я покажу буквально поближе Развернусь Разверну камеру Одежда для пчеловодов Все полностью Вверх-вниз Шляпы любых размеров и конструкций Покроев Очень широкий ассортимент пчеловодной литературы И для пчеловодов, и для тех, кто так или иначе Любит делать даже медовые напитки Вот широкий ассортимент продуктов пчеловодства И описание, как они добываются, для чего они нужны Как им лечить те или другие заболевания Как укреплять здоровье Ну, то есть очень широкий ассортимент литературы Связанной с пчеловодством и с продуктами пчеловодства И я заметил, что вот тут такая полочка книжная У вас интересная Так, поближе к ней подойдите Видим, здесь вот костюмы пчеловодческие Да, костюмы вот с шляпой пчеловодной Да, это для тех, кто и начинает заниматься пчеловодством И кто уже опытный пчеловод, все приходит Для пчеловодов любого уровня Есть и подороже, и подешевле, и попроще На подарки берут, и для ежедневной работы берут пчеловоды У нас большой опыт работы с пчеловодами У нас в Харькове уже около 6 лет магазин пчеловодный Поэтому мы знаем все потребности пчеловодов Хорошо, что нужно, для чего, какой ассортимент должен быть С какими потребностями люди приходят И стараемся максимально полно удовлетворять потребности пчеловодов И по ассортименту, и по качеству, и естественно по цене Что очень немаловажно А я заметил, вот возьмите с полочки даже ваша книжечка здесь Это приятно Это наша книга, мы тоже ее выпускаем Называется она «Лекарства и зулья» За 9 лет нашей работы уже 4, кажется, тиража мы ее выпустили Последнюю мы напечатали вместе с крупной украинской компанией Клуб семейного досуга Это сборник, скажем так, короткая энциклопедия В которую вошел весь наш опыт, практика других авторов Заслуженных пчеловодов На предмет свойств медопродуктов пчеловодства Что это такое, как они добываются Зачем они нужны, критерии качества И как их применять и употреблять, опять же, людьми Для лечения различных заболеваний Укрепления здоровья, профилактики Ну, то есть все, что может так или иначе интересовать потребителя меда А меди и продуктов пчеловодства Здесь это есть в сжатой, простой и доступной форме И я заметил, что здесь все издания За доступную цену Да, 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 вполне за доступную цену Потому что сейчас книжечки стали дорогие Да, это книга 60 грн Вполне доступная Даже дешевле, чем в Макдональд Одному человеку прогуляться А вот книги у нас и на русском, и на украинском языке И здесь много украинских авторов Начиная даже вот, мы видим, с Петра Ивановича Прокоповича Да, так и есть Широкий очень ассортимент Да, мы в первую очередь отечественного производителя поддерживаем Вот, и поэтому, в том числе, благодаря этому Ну, конкурентные цены недорогие эти книги Да, очень интересно Так что, вот, если начинающий Или желающий Начать пчеловодством Скажем так, дачное На даче Может прийти и вот научиться Немножко прочитав эти книги Абсолютно, я думаю, да И литературу получить, и весь базовый набор инвентаря Да, все абсолютно, да, здесь есть Потому что, вот, есть люди, которые очень часто имеют дачу Все-таки это там 6 соток или больше, если это в селе А вот человек, если у вас сюда приходит Я уже из разговора понял, что люди вдохновляются И спрашивают иногда Ну, мы надеемся, что они вдохновляются Мы работаем над этим, да Стараемся, чтобы так было И, конечно же, для этого можно взять эти книги И посоветоваться с вами Что лучше и правильно приобрести Конечно, мы сами практикующие пчеловоды У нас есть две свои пасеки Да, это ни для кого не секрет Мы много лет работаем пчелами Любим это дело Делимся опытом, с удовольствием Сами это все прочли Неоднократно уже испробовали Конечно, да А, пройдемся теперь От теоретической части к практической Вот там у вас как раз стоят и оборудование Кстати говоря, не будем Виктор, не пропускайте здесь Вход в ваш магазин уникальный Потому что не в каждом магазине столько грамот Как участников международных конференций У вас вот грамоты И Апиславе, и Апимонде И Матководство Вот дипломы участника различных конференций И выставок Это говорит о вашем опыте Ну, мы стараемся Я же говорю, да Мы большие фанаты И стараемся посещать Ну, все мы не можем Большинство пчеловодных мероприятий Выставок, конгресса в Украине И не только в Украине Набираться опыта Обмениваться опытом Показывать какие-то свои наработки Вот И, естественно Возим оттуда грамоты Неоднократно нас награждали Вот В Институте пчеловодства Прокоповича в Киеве Как лучшего производителя АПИ-продукции В 2015-м году В 2014-м, кажется Это тоже было Вот Помимо этого Здесь Есть все разрешительные документации Вся разрешительная документация Минздрава На нашу фирменную продукцию На которую мы имеем технические условия И гигиену Минздрава в Украине То есть это функциональные продукты питания Которые могут продаваться В самом сложном формате линейной розницы В аптеках Вот То есть у нас полная сертификация нашей продукции И здесь висят Подтверждающие этому документы Плюс патенты То есть 4 вида продукции Из всей нашей линейки Производим Мы единственные в Украине А вот это патенты Это пчеловодная продукция, наверное Да Это Один патент На два смежных продукта Леофилизированное Маточное молочко И трудневый гомогенат Которые На технологию их производства Мы единственные в Украине Их производим Вот И еще два патента На нашу Сравнительно новую продукцию Это ректально-вагинальные суппозитории Свечи На основе Маточного молочка Масла облепихи И трудневого гомогената И масла Зародной шепшеницы То есть это Лечение Скажем так Проблем Мужской половой сферы Женской половой сферы Вот Тоже мы единственные Производим И Эти Товарные позиции Запатентованы Очень интересно Спасибо И тут Перед ходом У вас даже яблочки И такой вкус у вас Такой Очень душистый Душистый Это так Кстати Яблоки С Нашего сада И опылялись Нашими пчелами Вот это Замечательно Так Сейчас перейдем Ко второй части К оборудованию Делаем маленький перерыв Развернемся Здравствуйте Виктор Анатольевич Еще раз Мы в вашем Замечательном магазине Медок Около метро Нивки И кстати говоря Я уже подобрал Тут интересное Такое оборудование С зимой Я вот такие себе Перчаточки подобрал Но это были Перчаточки Конечно Не зимние Летние Это же пчелам Водные Перчаточки Ну кто хочет Пошиковать И замшевые Потому что У вас тут Оборудование Много А вот расскажите Про оборудование Вот все этапы Пчеловодства Мы еще тут Теоретическую часть Уже так классно Обсудили А вот расскажите Например Что это вот здесь За Такие хорошие Медагоночки Как они Отличаются Отличаются Чем между прочим Большая Маленькая Средняя Наверное Чем-то еще Отличаются Да У нас В магазине Представлен Широкий ассортимент Пчеловодного Инвентаря В принципе Любые пчеловодные Нужды Можем удовлетворить Вот Что касается Медагонок Так сложилось Удивительным образом Что Украина Производит Широкий Ассортимент Пчеловодного Оборудования В том числе Медагонок И мы Торгуем Несколько разных Производителей Достаточно Хорошего качества Одни Есть маленькие Двухрамочные Дрех Четырехрамочные Поворотные Неповоротные Да Это двухрамочные Это трехрамочная Неповоротная Трехрамочная Неповоротная Это двухрамочная Поворотная И там еще есть étaitрех А это вот с моторчиком Это без моторчика Это без мотора Моторчики отдельно продаются. Вот электроприводы. Можно ручные, можно... Да, они все в основном хардиальные, есть еще радиальные, но у нас они редко используются тут хардиальные, с поворотными кассетами. Весь ассортимент, который нужен для пчеловодов, здесь есть. Это и подушки, и утеплители, и щетки, и разделительные решетки, и прополисы-сборники, электронаващиватели, маскотопки, фильтры. Маскотопочка электрическая, конечно же, наверное. Есть и электрические, и паровые. Паровая. Она нагревается сначала на газу, допустим, пар, подогревает ее. Ну, конечно, да. Чтобы она безопасная была. Да, вроде бы безопасная. Есть они и из оцинковки, и из нержавейки. Ну, от этого и цена, естественно, уже отличается. Прилетные доски, прополисы-сборники, кормушки, держатели для рамок, фильтры для кранов. Вот очень удобная, уважаемого украинского производителя Павика, станок для сверления дырок в боковых планках рамок. Очень удобно, упрощает сильно работу. Для натягивания проволоки. Ну да, сверлиться дырки в боковых частях рамок, а потом быстро натягиваться. Принаващивание. Конечно. Принаващивание. Вот тут я заметил рамочки такие для любителей, и такие есть интересные. Харьковского производства, кстати говоря. Да, кстати. Чарунка Харьковская производит. Вот. Мы такие в Турции видели тоже. Это пластиковая рамочка с армированием, но армирование выполнено непосредственно пластиковое. Ну, это на сотовый мед, наверное, или? Ну, оно выглядит как под сотовый мед, но вообще используется как обычная рамочка, но нужно использовать, да. Она раскрывается, и сюда вставляется машина, и она зажимается. Да, да, да. Как планшетиком она зажеглась внутри. Но потом, вроде бы, ее можно раскрыть и выкинуть. Конечно. Снять замки. Да. Не надо вот эту проволоку вытянуть, получается. Нет, проволоку не нужно. Ну, она, приловчиться, нужно ее чистить, конечно, последовательно. Да, потому что все-таки скребочком тут надо где-то прочистить. Да, чтобы пластик не попадал потом в итоге. Ну, да, тут можно, чтобы соскрести пластик лишний. Есть свои особенности, да, но она находит, конечно, тоже применение. Попробовать можно. Ну, конечно. Потому что на вкус и цвет все разные будут такие, демарики такие веселенькие. Демарей большой очень ассортимент, да, больше десяти видов демарей разных. Больших, маленьких, лечебных, с удлиненным носиком, с коротким, для разных целей. 135 гривен вот демарик симпатичный такой. Один из них. Но это вы не самый дешевый взяли, есть намного дешевле демарик. Есть попроще, да? Да, да. Хорошо, давайте я буду камеры регулировать, а вы немножко что-то еще и покажете. Да, конечно. А это сито, насколько фильтр такой? Да, есть фильтры прямые, есть фильтры полусфера разного диаметра. Маленькие, средние, большие диаметры, зависит от размера тары, в который у мед наливается. От самой маленькой до больших бочек емкости, в которых это все переливается. То есть на любой, скажем так... И изоляторы, вот, конечно, самые разные, чтобы... На две, на одну рамку, на рут, на додан, из разного материала выполненные, из оцинковки, из нержавейки, из металла, разные совершенно. Изолятор хмары, конечно, есть для изоляции матки. То есть воскотопки, арматура для солнечных воскотопки на одну, на две рамки, опять же, из оцинковки, из нержавейки, разные виды. Краны есть и пластиковые, и металлические. Захваты для вытягивания рамок из ульи, прилетные доски, пластиковые. Кормушечки, кормушечки. Труднеулавливатели, кормушки разных видов, их 4 или 5 видов кормушек. А теперь подойдемте вот сюда, тут разные, разные тоже интересности. Около одного стенда не все не охватим. Ну, здесь я вижу у вас практически как выставка такая пчеловодная. Ну, пчеловодный магазин, такая должна быть выставка. Демари, о которых я говорил, огромный ассортимент стаместок, новощеводей, и для рамок, проволоки, всяких ножей, и для меда, и для подрезания овощины, и для очистки рамок. Как это, дырокол, для прокалывания рамок. Да, это ручным способом можно делать. Что еще? Вот это пылка-собиратель. Пыльцы-сборники, большие, маленькие, разных конструкций. Дымовая пушка для куривания пчел, для обработки препаратами. Фильтры, о которых я говорил, там мы смотрели. Большие. Это большие, здесь маленькие, самые маленькие, и микроскопические для банки. Даже в банку можно непосредственно из большой емкости переливать, фильтруя мед. Вот, что тоже очень часто нужно. Большое количество ножей, электроножей. Это очень важные, электрические, полезные у нас украинские изобретатели. Да, да, тоже Гуслий Юрий Михайлович, уважаемый пчеловод, изобретатель украинский. Его фирма Павик тоже вот ножи производит. И очень качественные, хорошие. И из металла, и из нержавейки. Обычные ножи без подогрева. Ножи для срезания различных маленьких элементов на рамах, которые мешают. Для срезания маточников, для вилки, для распечатывания рамок, и методом царапывания, и методом прокола. Ну, то есть, на любой вкус. Да, а тут... Да, это совки, литковые заградители разных конструкций, прямоугольные, круглые, пластиковые, металлические, из оцинковки, из нержавейки, ручки для вилков, цифры. Полный набор. Да, все, что нужно для любого человека. И вот здесь такая разделительная решеточка. Да, это разделительная решетка для того, чтобы отделить гнездовый корпус непосредственно от медового. И матка не ходила по медовым корпусам, получать чистый продукт. Разные рамки тоже есть, и пластиковые, и силиконовые, и металлические, то есть, ну, разделительные решетки. Спасибо, вот это. И вот тут у вас специальный уголочек, посвященный обработкам. Препараты, да, тоже для любого вкус. Все сертифицированные для того, чтобы пчеловоды могли и профилактику, и лечение делать, различных заболеваний. Вот еще, очень важно, большой популярностью пользуются бинокуляры. Те, кто работает с матками, те, кто сами пересаживают личинки, выводят маток. Очень удобное приспособление. Увеличитель такой специальный, чтобы лучше видеть пчелок. Да, они бывают с подсветкой, без подсветки, с одним, с двумя, с тремя стеклами увеличительными. Ну, тоже очень удобно. Полосочки вот здесь идут потом? Полоски для обработки клеща, широкий ассортимент, много производителей. И да, все стараемся, чтобы было свежее, чтобы никогда пчеловоды не переживали, что-то просроченное. Такого не бывает практически никогда. Вот. Что? А вот здесь для ботководов, тех, кто хотят своих маток выводить. Да, широкий ассортимент. Такой очень классный уголочек специализированный. И джентерские соты, и система АПИМАКСи, да, и НИКОТ у нас был, а и вот он есть сейчас, НИКОТ. То есть, любые системы, широкий тоже ассортимент для матководов. Все, что нужно и для того, чтобы начать матковедение, и для того, чтобы постоянно его продолжать, расходные материалы, клеточки, мисочки, маткоулавливатели, изоляторы, маркеры, пинцеты, полностью все есть. И вот формочки, которые оттягивают, чтобы... Силиконовые формы, да, для изготовления мисочек. Мисочки делаются специально. Тут вот разные пинцетики такие аккуратненькие. Трубки для метки маток разных конструкций, пинцеты для переноса личинок, шпатели для сбора маточного молочка, маркеры для... Мисочки какие замечательные. Мисочки, да, обязательно. Служа. Кстати, вот это классное очень приспособление. Летом большая проблема, у многих пчеловодов бывают осы на пасеке. А с помощью этого приспособления можно их ловить в бутылку, срезается пластиковая бутылка, наливается туда компот кислый, вставляется это приспособление. Вот это круглая ловушка для ос, они залезают внутрь. Обратно вылезти не могут. И все, и там большая часть ос на пасеке остается в этой осоловке, скажем так. Да, малюсенькая. Вот, календарь для вывода маток, здесь у нас есть для медоварения. То есть если вино или медовуху пчеловоды делают из меда, то вот тоже здесь виномеры, сахаромеры, спиртометры, водяные затворы для медоварения, ну тоже это все есть. А это колпачки и закрыватели такие. Ориометры. Да, это колпачки для изоляции маток. Есть даже скрепы, скрепы именчатые для тех пчеловодов, которые любят кочевать, переезжать, для которых очень важно зафиксировать тюли. Это скрепы разных конструкций, с помощью которых фиксируется, можно оперировать. Вот этот уголок такой живой, уголок матковода, мне очень понравился. Очень так со вкусом подобрано. Все вместе, вот такая, практический уголок украинского матковода. Прям вот, подходи и все покупай здесь как такой завзятый, не аквариумист, а пчеловод. Ну, может быть, кто-то из посмотревших наше видео и пришедших сюда переквалифицируется из дачного просто такого посетителя или аквариумиста, настоящего пчеловода. Я думаю, что такое может быть и должно быть. Мы очень надеемся на это. Украина имеет все предпосылки для того, чтобы заниматься пчеловодством на самом высоком уровне. Флора позволяет, медоносная технология, оборудование, все для этого есть. Спасибо, Виктор Анатольевич. Сейчас мы еще сделаем один сюжетик интересный. Спасибо. Одна из идей магазина, это в том числе и просвещение о пчеловодстве. И это отражается то, что в магазине не только вот замечательно интересное пчеловодное оборудование, а Виктор Анатольевич творчески подошел к этому делу. И наверху мы увидим такие лайтбоксы современные. Слово такое интересное, оформление. Оно посвящено пчеловодству. Вот расскажите про них, Виктор Анатольевич. Да, идея была, ну на самом деле это не моя заслуга, это заслуга всей нашей команды. Тут много людей работало над этим. Им всем большое спасибо за то, что получилась в итоге такая красота. Мы надеемся, это все понравится людям. И идея была сделать не просто пчеловодный магазин, а тематическое место, приходя в которое, неважно это пчеловод или просто любитель меда и продуктов пчеловодства, или даже не любитель, а человек, который проходя мимо увидел это место, оно его привлекло и зашел, полностью погружался в пчелиный мир. Идея была сделать, кроме магазина, такую сильную информационную, скажем так, функцию, даже пропаганду я бы сказал пчеловодства. И мы попытались рассказать о ключевых моментах, которые так или иначе считаем ключевыми. Начнем с баннера «Дежи у Джолы». Идея была показать, какой эволюционный путь прошел улей, ну скажем так, не улей, а жилище пчел от диких дупел и скал, там, много миллионов лет назад, через глиняные и плетеные улики, бортневое пчеловодство, колоды, дуплянки и до современных ульев. Мы это показали непосредственно в картинках, примерах, как это выглядело, преимущественно в каких странах это было и в какое время развития нашей цивилизации это происходило. У вас получилось буквально такое ущебное пособие, я бы сказал. Наверное, да. Для того, чтобы людям было интересно, они приходили и видели, погружались, скажем так, в мир пчеловодства, который мы очень любим и хотим для остальных донести эту информацию. Второй постер, посвященный классикам пчеловодства, их открытиям. Да, с помощью наших друзей, корифеев украинского пчеловодства, Соломки Василия Алексеевича, Коржа Валерия Николаевича, комиссара Александра Даниловича, мы с ними советовались, консультировались и сделали такой, скажем так, тоже баннер, на котором отразили основателей рационального пчеловодства вообще мирового. И, как ни странно, и это наша большая гордость украинская, что на первом месте главным в этом ряду стоит украинец Петр Иванович Прокопович, который придумал рамочный улей с подвижными рамками. Кроме того, здесь есть Лоренса Лангстрот, американец, который придумал понятие пчелиного пространства, благодаря которому конструкция улей стали размещать рамки. Вот, Йоганс Меринг из Германии, который придумал искусственную овощину, которая стала основой рационального пчеловодства. И Франц Грушка из Чехии, который придумал медогонку, без которой современное пчеловодство рациональное тоже, в принципе, немыслимо. Вот, но это вот основные, как мы считаем, ну, может мы ошибаемся, но... Классики пчеловодства. Классики, да, основатели современного рационального пчеловодства. А вот теперь мы подходим к самому интересному постеру, лайтбоксу, посвященному Украине. Расскажите, Враньё. Он называется «Досягнание украинского пчеловодства», «Достижение украинского пчеловодства». Вот, и мы на самом деле этим очень гордимся, потому что есть чем гордиться. Украина занимает очень достойное место в мировом пчеловодстве. И здесь мы собрали ключевые факты, которые выгодно выделяют Украину, скажем так, в этом моменте. Здесь говорится о том, что Украина производит больше 75 тысяч тонн мёда в год, что она является первой в Европе и входит в пятёрку мировых лидеров по производству мёда, ну и, соответственно, продуктов пчеловодства. Что в Украине больше 400 тысяч пчеловодов. Что в Украине больше 3,5 миллионов пчелосемей. Что в Украине также издаётся больше 10 профессиональных изданий на тему пчеловодства и апитерапии. Активно развивается апитерапия, в том числе уликотерапия. Сейчас очень модное, актуальное направление. Сохранено три аборигенные породы пчёл. Украинская степная, Карпатка и Полесская. Полиська украинские. И, что очень важно и интересно для рядового потребителя, собираются больше 10 сортов монофлёрного мёда. Это значит, собранного преимущественно с одного вида растения. Мы считаем это большое достижение. Спасибо, Виктор Анатольевич. Очень интересный рассказ. Вот такой теоретический. А, и хорошо, что закончили как раз 10 сортов мёда. Я думаю, что сейчас наш следующий этап нашего знакомства с вами очень интересный будет. Знакомство с мёдом. Так что, пройдёмте теперь к мёду. Добрый день, зрители моего канала, киевляне и вообще любители пчеловодства по всему свету. И сегодня мы в Киеве в магазине пчеловодства «Медок. Здоровье из Улья». И сегодня один из организаторов этого магазина, потому что целая команда работала, Виктор Анатольевич нам любезно расскажет про мёд, потому что уже наступила осень, похолодало. И прежде всего «Медок», значит, у вас есть «Медок». Расскажите, Виктор Анатольевич, какой замечательный «Медок» есть в вашем магазине. Так уж случилось, есть у нас «Медок». Мы стараемся иметь самый широкий ассортимент мёдов в нашем ассортименте. От 10 до 20 сортов натурального мёда со всех регионов Украины. Вот круглый руд, в принципе. Сейчас это ещё недостаточно полный ассортимент, но, тем не менее, это «Эспарцет», «Сафора», «Гречишный», «Падевый», «Акациевый», «Майский», «Липовый», «Степной разнотравий», «Лесной разнотравий» и «Рапсовый». Ну и «Сотовый», конечно. Да, обязательно. Это не как отдельный сорт, это просто форма подачи мёда, но тоже очень популярная. Кусочек такой можно отрезать, как конфету. Да, можно целую рамочку, можно кусочек, это кому-то удобно. Вот. Что важно сказать. Есть меда самые популярные и эксклюзивные. Это, для примера, липа, акация и гречишный. Ну и я также считаю, что очень эксклюзивный мёд. Сейчас у нас в ассортименте это «Падевый». Чем, в чём их преимущество ключевое? А возьмите баночку поближе, как раз мы посмотрим. Да, вот липа, вот липа, вот акация. О, прозрачная. Да, сейчас у нас 24 ноября. Да, вот жидкий, пожалуйста. Как и должно быть, он ещё долго будет жидкий. Вот. И гречишный, тёмный, классный мёд. Кстати, «Падевый» тоже тёмный. Вот. В чём же их ключевые особенности? Ну, коротко, если сказать. То есть, по всем медам мы стараемся делать описательную часть, для того, чтобы люди приходили и могли понимать ключевые особенности. Чем они отличаются, какие заболевания лечат, какими особенностями обладают, здесь это всё написано. Ну, по вот этим коротко, которые я сказал, если липа, он рекомендуется в основном от простудных заболеваний, а также как патагонный, это из нашего опыта, то для чего чаще всего люди выберут. Акация. Самый не аллергенный, нежный мёд, который рекомендуется даже диабетикам без консультации с врачом. Тем не менее, мы рекомендуем всё равно консультироваться с врачом. Это важно. Мы можем продавать только качественный продукт, но мы не медики. Поэтому лучше консультироваться с врачом. И он остаётся жидким до года и более. Это тоже для многих людей очень важно. Девушки любят жидкий мёд, дети любят жидкий мёд, поэтому это акация. И гречишный. Мёд тёмный. Очень любят его люди пожилого возраста, у которых часто встречаются проблемы с кровеносной системой. У него большое количество солейкалия в его составе, которое нормализует деятельность крови, поэтому людям с такими проблемами он нравится. Ну и рекомендую, он показан. И эксклюзивный мёд, который тоже есть сейчас, я про него говорил, это падевый. И вот он вообще считается... Возьмите его в руку, тоже покажите, какой он необычный. Да, он тёмный такой, необычный вкус, имеет с лёгкой кислинкой. Считается один из самых благотворно влияющих на желудочно-кишечный тракт. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, какие-либо, то падевый мёд, он их очень благополучно решает. Много можно говорить об этих медах, но ключевые особенности такие. Кстати, все меда натуральные делятся на цветочные падевые. И вот падевый нам в этом году удалось получить. До этого мы только, как большинство пчеловодов и любителей мёда, только в книгах о нём читали. В этом году нам удалось получить его непосредственно собрать. А если не секрет, и из каких областей ваш мёд приехал? Нет, не секрет. Харьковская, Николаевская, Киевская, Днепропетровская, Западная Украина. Большая география. В основном, да, в основном это вся Украина. Так или иначе, это вся Украина. География работы широкая, поэтому весь мёд обязательно проходит лабораторные анализы для того, чтобы мы, потребитель, был уверен в его высоком качестве, натуральности. То есть, это вот прям ключевой момент, с которым мы работаем. Потому что это наше имя, мы много лет на рынке. Это самое важное, это единственное, что у нас есть по сути. Продукция ваша сертифицирована. Да, она сертифицирована, конечно, обязательно, все мёда проходят лабораторные исследования в Институте пчеловодства Прокоповича в Киеве, у ветеринаров, у санитаров, в Центре метрологии, ну, всё это проверяется. И где же находится ваш магазин, скажите, самое главное, чтобы не потеряться? Магазин находится в Киеве, метро Нивки, адрес проспект Победы, 71А. Очень удобная транспортная развязка, одна из основных автомобильных артерий Киева, проспект Победы. Пригородные маршрутки, электрички, объездная дорога, 3 или сколько, 4 остановки до метро вокзальной, ну, всё рядом. То есть, и на своём транспорте, и на общественном очень удобно добираться. Мы старались именно такое расположение сделать для магазина, чтобы всем было удобно. И от себя добавлю, что здесь нужно пройти всего лишь пару домов, и вот в большой многоэтажке сразу можно заметить ваш магазин, у которого есть такие соты на витрине, и название ваше «Медок», «Здоровье, суля». Точно. Спасибо, очень было интересно, а мы ещё поговорим о продуктах пчеловодства. Это у нас отдельный маленький рассказ должен быть. Спасибо большое. Спасибо. И я хотел сказать, а мёд же можно покупать не только когда заболел? Ну, мёд можно покупать абсолютно для разных целей. Вот это же самое главное. И для лечения, и как натуральное лакомство, которое не вредит организму. Кстати, есть очень интересный нюанс. Сахар, в отличие от мёда, для своего усваивания требует много ресурсов от организма, и трудится над его перевариванием. Кроме того, требует выработки инсулина под желудочной железой, для того, чтобы быть переработанным в простые сахара и попадать в кровь. Мёд этого не требует. Организм над ним не трудится, соответственно, он прямо попадает в кровь и даёт чистую энергию и радость. А покажите вот эти кусочек сотового мёда. Вы как раз мне показывали маленький, как для детей. Да, мы на своей пасеке экспериментируем. Делаем такой секционный сотовый мёд. Маленькие такие конфетки в специальных рамочках. Кусочек сота закрытый. Залитый мёдом, запечатанный, это пчёлки всё сделали, руки человека сюда не касались. Очень удобно, красиво, недорого. Так что всем можно прийти, купить вот такую вкусность и порадовать своих детей. И себя, кстати говоря, тоже. Очень большое удовольствие. И вкусовое, и эстетическое. Спасибо. А между прочим, Новый год приближается. Я думаю, к Новому году мы ещё здесь что-нибудь интересное увидим. Спасибо. Добрый день, Виктор Анатольевич. Сегодня вы посетили ваш магазин «Здоровье из Уля» на проспекте Победы, около метро Нивки. И расскажите, вот кроме мёда, о котором мы только что говорили, есть ещё очень важные продукты пчеловодства. У вас целый большой вот такой стеллаж, экспозиция продуктов пчеловодства. Все думают, медок – это только мёд. Это не только мёд, но ещё много чего вкусного и полезного. Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, правильно вы сказали. Большинство людей думают, что пчеловодство – это только мёд или практически мёд. Это ещё очень широкий ассортимент продуктов пчеловодства. Все они обладают очень высокой биологической активностью. И удивительным образом сложилось – полезностью для организма человека. Это наше ключевое направление работы – это продукты пчеловодства. Они сертифицированы Минздравом. У нас есть свои технические условия, гигиена Минздрава на сырьё и на готовую форму. И мы, скажем так, производим эти продукты в самом цивилизованном формате розницы. Со всеми документами эта продукция продаётся даже в аптеках. Есть все продукты пчеловодства с описаниями, с инструкциями. Некоторые из них запатентованы, производим только мы их в Украине. И мы идём, что ещё очень важно сказать. Есть два ключевых направления по продуктам пчеловодства. Это их натуральность. Мы стараемся туда ничего не добавлять, чтобы потребитель получал никаких добавок, химии, консервантов. Ничего, чтобы потребитель получал максимально чистый продукт. Но упакованный, скажем так, в современном формате, к которому привык современный потребитель. Это первое. Второе – это ценовая политика. Чтобы это мог себе позволить каждый. То есть это всё доступно, несмотря на то, что оно сертифицировано, в красивой упаковке. То есть нам важно, чтобы любой, кто хотел употреблять эти продукты для лечения, для профилактики, для поддержания своего организма, мог это сделать. Не только бизнес-посетитель. Нет. Даже обычный житель Нилок может прийти и купить здесь вкусности на свой вкус. С консультацией, с помощью, с рекомендацией. У нас за 9 лет работы очень большой опыт. Практически собрался, когда люди лечились, восстанавливали, укрепляли своё здоровье. Так или иначе приходили, благодарили, делились с нами этим опытом. Мы этот весь опыт собирали и теперь через продукты, через литературу, которую мы выпускаем, мы этот опыт доносим для того, чтобы эти продукты имели максимально широкое распространение. Потому что мы любим пчёл. Очень, скажем так, знаем, какую ценность они несут и сами пчёлы, и их продукты. И для природы, и для человека. Вот поэтому стараемся всё это донести в максимально доступной, простой форме для широкого круга людей. А, Виктор, покажите так поближе, хотя бы так. Расскажите, покажите на названии, как оно называется. Цветочная пыльца, сбалансированный витаминный комплекс, тоже долго мы работали над этой упаковкой, хочу отдельно остановиться. Это трёхслойный фольгированный пакет, не пропускающий влагу, ультрафиолет, посторонние запахи. Чтобы не испортилось. Чтобы не испортилось, да. Но, там есть клапан, переворачиваю её, и он прозрачный. Можно увидеть цвет пыльцы, она всегда разная. Практически всегда, с каждого растения пыльца имеет разный цвет, вкус, свойства, естественно. Поэтому, человек, когда покупает, он переворачивает и видит, какого она цвета. Дальше. Очищенный пчелиный воск. Очень часто используется в косметологии. Для изготовления кремов, масок, мазей, для депиляции берут, для разных салонов. Мы его дополнительно очищаем. Берём только самый чистый заврусный воск, жёлтый, идеально красивый. Дополнительно его очищаем, повторяюсь уже. И вкладываем туда, в каждую коробочку, маленькую инструкцию, в которой даём несколько простых, популярных рецептов для его употребления. Дальше. Гель бальзам на пчелином подморе. Так случилось, что... Это что-то новенькое. Что-то новенькое, да. Это косметическое средство, которое применяется в основном наружно для лечения варикозного расширения вен. Если есть на ногах сеточки, там варикозное расширение вен. При применении его там двух до трёх месяцев, это в некоторых случаях и месяцев достаточно для того, чтобы уменьшить внешние проявления, но чтобы значительно, там чуть больше требуется. Каким образом он работает, для того, чтобы было понятно. Пчелиный подмор имеет самое высокое в природе содержание хитозана. Даже выше, чем в панцирях ракообразных. Это вещество, которое как щётка, попадая в кровеносную систему, чистит сосуды изнутри. Тем самым нормализует артериальное давление, уровень сахара в крови. И если внутрь мы пьём, тут есть у нас настойка пчелиного подмора. Если внутрь мы пьём, то она изнутри работает на организме. Если снаружи мажем, то внешнее проявление тоже помогает убирать. Это основное применение. Показаний много. Я, чтобы не занимать много вашего времени, коротко говорю. Берган. Сбалансированный витамоминный комплекс, максимально легко усваиваемый. Это производная от пыльцы, которую пчёлы дополнительно переработали, добавили туда свои ферменты. Произошла реакция молочнокислооброжения в сотах и получился качественный новый продукт. Раскрылись оболочки пыльцевых зёрен и все эти витамины, огромный комплекс витаминов, который находился внутри, он стал максимально доступен. Это здоровье волос, ногтей, кожи, нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта, восстановление разрушенных клеток печени. Работает как гепатопротектор, если я правильно сказал. А какая же тут порция, как её укушать? Это месячный курс для взрослого человека. По ложечке? 5-7 гранул. Для взрослого человека, для ребёнка дозировка уменьшается в 2 раза. Рекомендовано так. Опять же, все продукты, если нет индивидуальной непереносимости, что встречается в принципе чрезвычайно редко, то можно употреблять без проблем. Дальше. Эликсир, фитопрополис, тоже один из наших новых продуктов. Любые проблемы связаны с полостью рта. Проблемы с дёснами, с зубным камнем, с кариесом, с инфекциями в полостью рта. С простудой сейчас же намечаются. В том числе, да. Состоит он там тиситраф и прополис. То есть, только натуральные компоненты. Прополис как ключевое антибактериальное действующее вещество. Дальше. Точно так же настойка прополиса есть в чистом виде. Применяют и внутренне, и наружно. Очень широкое применение имеет за счёт высоких антибактериальных свойств прополиса. Дальше. Настойка личинок восковой моли. Первое средство от туберкулеза. Которое придумал Мечников в 19 веке, проведя ряд исследований. Он выяснил, что на тот момент туберкулез был неизлечимым заболеванием. И он выяснил, что палочка Коха находится в воскоподобной оболочке. Единственное существо, способное переваривать воск, это личинка восковой моли. Он сделал экстракт из этой личинки и смог с помощью этого экстракта расщепить оболочку. И потом уже медикаментозно бороться с палочкой Коха. То есть, это стало первое лекарство от туберкулеза. Ну а на сегодняшний день это также лечение, профилактика многих заболеваний дыхательной системы. Дальше... Ну что не исключает, конечно, медикаментов для этих трудных болезней. Нет, не исключает, это помощь. Да, да, потому что... Я не говорю, что это панацея от всех болезней. Нет, просто это натуральные, высокобиологически активные вещества. Руки человека, которым не касались, они созданы пчелами. Из огромного многообразия цветов, которые дает нам природа. Вот, а... Только так. Как помощь. Да. Дальше. Пчелиный подмор молотый, из которого можно делать большое количество лекарств, опять же, внутреннего и наружного применения. Далее. Здесь у нас наша книга, учебник. Тоже, который мы выпускаем по свойствам и применению медом, продуктами пчеловодства. Чистый прополис, максимально высокого качества, с минимальным содержанием воска и посторонних примесей. Опять же, мы туда самые популярные рецепты с его использованием вкладываем в инструкцию. Все по-серьезному. Люди открывали, да, им было удобно сразу. Вот, дальше. Наша гордость, свечи с ректально-вагинальной суппозиторией. Их есть три вида у нас на сегодняшний день. Это фитопрополис, прополис и 10 трав. Вот. Свечи с маточным молочком и маслом облепихи, и трутневым гомогенатом, и маслом зародышей пшеницы. То есть, если свечи фитопрополис, это более универсальные свечи, которые призваны снимать воспаление, нормализовывать деятельность слизистой, ректально-вагинальной, различные проблемы, то свечи с маточным молочком имеют больше женское направление, свечи с трутневым гомогенатом имеют больше мужское направление решения проблем женской половой сферы и мужской половой сферы. Широкий, опять же, комплекс применения, но это проще почитать, наверное, на сайте. Внимательно, да. А вот тут даже еще есть просто маточное молочко. Да, и, конечно же, ведущие наши позиции это леофилизированное маточное молочко в чистом виде и леофилизированный трутневый гомогенат в чистом виде. Очень важно сказать об этих двух продуктах. Мы единственные в Украине их производим в таком виде. И благодаря технологии леофилизации, во-первых, сохраняется биологическая активность этих продуктов, во-вторых, появляется возможность хранить их без холодильника, что очень важно для их массового потребления. Вот. И... Это высушивание без такой заморозки. Леофилизация – это высушивание в вакууме при температуре минус 40 градусов, когда удаляется из продукта массовая доля воды, которая является фактором брожения и порчи этого продукта. Соответственно, мы ее удаляем, остается сухой концентрат, не уменьшается биологическая активность, оно не портится, но появляется возможность хранить его без холодильника, что очень важно. И то, что не уменьшается биологическая активность, это не мы придумали, это написано в ГОСТе, в Государственном стандарте, на маточное молочко украинском. Проводили соответствующие исследования, и там написано, что самая высокая биологическая активность у леофилизированного маточного молочка. Почему? Все, все покажу. Потому что концентрация действующих веществ там самая высокая, выше, чем в нативном и выше, чем в адсорбированном. Но адсорбция – это другой метод его консервации с применением лактозы, молочного сахара. Спасибо, очень интересные тут разные полезности. Мы перешли от меда – это вкусности, мы перешли к полезностям. И это все можно найти, получить консультацию в магазине «Здоровье из Улья» в Киеве, около метро «Нивки», на проспекте Победы, дом 71А. Так что не потеряйтесь, поищите по карте, найдете в интернете. А Виктор Анатольевич и его помощники любезно вам проведут консультацию здесь, в магазине. Спасибо. Всегда пожалуйста. Удачи вам. Ждем вас. Всего доброго. Сегодня 24 ноября 2018 года. Сегодня мы в Киеве, в магазине «Медок». Я хочу спросить Виктора Анатольевича, который все здесь вместе со своими коллегами организовал. Как же вы определяете, что мед – замечательный медок, что он вкусный? Покажите нам эту процедуру и расскажите про мед, пожалуйста. На самом деле весь натуральный мед, если он натуральный, качественный, зрелый, он весь вкусный, весь полезный. В нашей медоносной флоре в Украине больше 300 видов медоносных растений, каждый из которых продуцирует нектар со своими особыми неповторимыми свойствами, из которых при наличии большого количества большой культуры, посеев культуры, пчелам могут собрать определенный мед. Если преобладает одна культура, получается монофлюрный мед, то есть цветков гречки, гречишные, цветков акации, акации, цветков липы, цветков рапса, цветков сафоры, спорцета. Если цветет лесной или степной разнотравий, большое количество растений, получается мед со степного или лесного разнотравий. Каждый из этих медов имеет свой цвет, свой вкус, свой аромат, свою консистенцию и естественно свои свойства. Каждый мед несет в себе свойства тех растений, с которых он собран. Как определить, какой мед самый лучший? Самый лучший мед может быть при условии, что он натуральный, качественный, только для вашего индивидуального организма. По вкусу, вы его пробуете, у меда обязательно должен быть естественный цветочный аромат, больше или меньше выраженный, но он должен быть. И вы пробуете, если вашему организму он нравится, значит в нем есть те вещества, которые в данный момент времени необходимы вашему организму. И вы его будете кушать, естественно, с пользой. Если он вам не нравится, кто бы вам его не рекламировал, какой он хороший, вы не будете его есть. Поэтому обязательно покупать мед нужно по вкусу. Так как мед один из самых фальсифицируемых продуктов в мире, его нужно покупать только там и у тех людей, которым вы доверяете. Сейчас хочу вам показать, как меда могут отличаться. Многие люди не знают, они думают мед и мед. Но на самом деле очень сильно они могут отличаться визуально. Вот, допустим, акация прозрачная, такая имеет у нее низкую влажность, поэтому воздух очень медленно опускается в банки. Вот он еще жидкий, будет жидкий в течение всего года. Гречка, темный мед. Вот он уже севший, это нормально. Весь натуральный мед должен садиться от двух недель до двух месяцев. Если исключение составляют монофлёрные меды, акация, падевый и черноклён, которые могут не кристаллисоваться до года и более, весь остальной мед обязательно должен съесть. Если этого не случилось, это вопрос. То есть, либо мед ненатуральный, либо он с чем-то, с какими-то добавками, с фальсификацией. Вот мед липовый, допустим. Он светлую консистенцию имеет, тоже уже севший. Вот я вам сейчас покажу. Мы достанем его прямо из ведра. Наберем наше чудо-ложкой медовой длинной. Кстати, удобство... Да, он такой светлый. Удобство этой ложки в том, что если вы залазите этой ложкой в банку, вы не пачкаете руки за счёт длинной ручки. Вот. Он такой нежный, имеет мелкий кристалл. Очень любят девушки такой мед. Он намазывается, как масло на хлеб. Вот. И имеет приятный цветочный аромат липы. И такой показан мед для... Особенно при простудных заболеваниях. Если вы, допустим, идёте в бане, вам нужно потолонное средство, в том числе липовый мед. Очень хорошо в этом может вам помочь. Вот. Дальше. Один из моих любимых медов. На самом деле, монофлёрный мед – это хорошо, но считается, что для ежедневного потребления всё-таки более полезен мёд степное и весное разнотравье. Потому что в составе этого мёда большое количество разнообразных растений, дополняющих друг друга. И, по сути, вы получаете сбалансированный комплекс витаминов и микроэлементов, входящих в состав этого мёда. Вот. Допустим, если мы смотрим на мёд майский, с высоким содержанием акаций, то он ещё жидкий. О, какой красивый. Ну, да, он не совсем уже жидкий, но ещё более-менее. И вот имеет такую лёгкую нежную консистенцию. Такой мёд показан... У него лёгкий нежно-цветочный аромат, ненасыщенный. Он мягкий, долго не кристаллизуется. Действует как успокаивающее средство на ночь, когда пьют, допустим, с молоком, соком, с лёгким травяным чаем. Как успокаивающее средство, прекрасно успокаивает и нормализует сон. Нормализует действия желудочно-кишечного тракта. Ну и, конечно, укрепляет иммунитет. Вот. И третий, который я вам с сокомёда хотел показать, это, конечно, наша украинская гречка. Это тёмный, насыщенный, ароматный мёд, который несколько лет назад на Международном конгрессе по пчеловодству во Франции занял первое место в мире как самый лучший мёд. Вот. Украина очень славится этим мёдом, гречишным. Он очень вкусный, ароматный. Правда, он не настолько универсальный. Вот. Его тоже нужно любить. И больше всего его любят те, у которых... Те люди, у которых есть, ну, определенные, скажем так, проблемы или заболевания, связанные с кровеносной системой. Вот. Для этих людей этот мёд очень полезен. И именно им он нравится на вкус. Вот. Ну, и ещё хочется сказать, у нас есть сайт в интернете, medoc.com, вот, на котором мы регулярно, наши менеджеры регулярно пишут статьи о свойствах мёда и продуктов пчеловодства. Вот. Причём эти статьи авторские, с использованием профессиональной литературы и опыта нашего, тех людей, которые регулярно употребляют эту продукцию и дают реальные отзывы о том, как она работает, что они вылечили, как они укрепили иммунитет или своё здоровье. То есть, это, ну, не пустая информация, которую где-то взяли с интернета, не проверена, это реальные жизненные факты, как эта продукция работает. Поэтому, если вы дружите с интернетом, пожалуйста, заходите в сайт medoc.com, читайте, вы найдёте постоянно массу новой актуальной информации обо всей этой продукции. Приходите к нам за мёдом, будем всегда рады, проконсультируем. У нас профессиональные, компетентные продавцы-консультанты, которые всегда с удовольствием расскажут, посоветуют о свойствах всей этой прекрасной продукции, любезно подаренной нам пчёлами. И какой ваш адрес в Киеве? Киев, проспект Победы 71А, метро Нивки, второй дом от метро. Очень удобно добираться любым видом транспорта. Спасибо, очень интересно. И, я бы сказал, надо пробовать, кушать и наслаждаться вкусным и полезным украинским мёдом. Приходите к нам. Обязательно. Всем привет. Сегодня 24-е. День ряда 2018 года. Сегодня мы идём в магазин «Медок». И прежде всего мы вышли из-за метро. Нивки повернули налево. Перейдём через дорогу, переходим как раз дорогу по Пресветовским проспектам, или Победам, бульварам Победы. Переходим на другую сторону улицы. Сегодня у нас специальный поход. Сегодня мы наведываемся в магазин «Медок», посвящённый мёду и пчеловодству. И вот для этого нужно выйти из метро Нивки. Вот видите, выбрались из метро Нивки. И с этой стороны нам сказали посмотреть в окружающие места вперёд и увидеть рядышком большой, высокий дом. Как раз вот в том направлении, насколько я так примерно себя представляю. Мы туда вперёд пройдём и обнаружим этот дом. Ну, у нас... А, вот здесь у нас какая-то пожарная часть. Видимо, что 0-1 написано. Мы идём в сторону большого дома, который запрятан здесь, между домами. У нас сегодня задача посмотреть «Медок», потому что начался прохладное время года. Посмотреть пчеловодное оборудование. И вообще, современный магазинчик, насколько я понял. Современный магазинчик. И это любопытно. Вот-вот-вот. Видим, издалека поворачиваю камеру. Видите, не прошли мы. И 30 метров, вот там появляется в проходе как раз большой такой высокенький дом. Видите, с розовыми такими балкончиками. Я так понимаю, что и магазинчик. И вон там жёлтенький светится уголочек почти что, как восковые ячеечки. Это и есть магазинчик «Медок», насколько я понимаю. Я видел фотографии. Сейчас теперь пройдём и посмотрим. Вперёд! Идём здесь туда. Подворик. Так, прошли один вот дом на углу. Так, конечно же, у нас где не написано, что за улицы. Сейчас мы прочитаем. Нигде, конечно, не написано. Но это не столь важно. Я вам показываю дорогу, как пройти к магазину «Медок». Я уже вижу там буквки нарисованы. Обязаны на одном продукты. А на втором, вон, видно, медовая ячеечка. У нас сегодня, как я сказал, задача посмотреть. Интересно, что там внутри есть в этом магазине. Вон там есть, видите, впереди небольшая, как оплычка, церквушка. Видите, а здесь дворик. И во дворике вот этот большой, огромный домик. Так, тут показываем небольшой дворик. Вот, видите, первый магазинчик продукты. Астрономчик. А за гастрономчиком как раз будет магазинчик «Медок». Именно туда мы и направляемся. Но первый сюжетик мы снимем по-английски, вступление. Еще по-русски. Ну, мы посмотрим, что же есть в магазине «Медок». Вот. Издалека уже видим, что появляются медовые соты. Видите, медовые соты. Так, 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 наблюдаем. Желтенький вход такой, как в медовый сот. Вот там мурал с Божьей Материей. И видите, церква. С этой стороны как раз напротив церкви. Вот небольшой каплычки церкви. Находится магазинчик «Медок». Вперед. Именно сюда мы и направляемся. Да. Так что. Зайдем, посмотрим, расскажем. И вам покажем. Так что. Запоминайте. Вон там метро «Мивки» выход. Видите, небольшая церковь. И сразу же здесь, во дворике, магазинчик «Медок». Итак, идем вперед внутрь. Посмотрим, что там внутри. И нам прислали.